Здравствуйте, меня зовут Ильдар Усманов и это сайт JoomlaFox.ru У нас на очереди следующий редактор, который мы с вами рассмотрим, это Rockpad Editor. Это редактор от студии RocketVem, которая производит такие вот шаблоны. И сейчас мы с вами рассмотрим их редактор прямо на примере. Для этого я перехожу на свой сайт, на котором это будут делать. Он не находится на локальном хостинге. Здесь я нажимаю справка, расширение Joomla. Здесь в поиске ввожу его название. Rockpad. Вот я его нашел. И нажимаю скачать. Вот это данное расширение. Здесь я нажимаю скачать. А теперь я навожу правой кнопкой мыши на данную ссылку. Нажимаю копировать ссылочку. Перехожу в панель управления. Здесь у нас менеджер расширений. Установить из URL и вставляю сюда эту ссылочку. И нажимаю установить. И мы с вами видим, что наш плагин успешно установлен. Ну а теперь мы с вами должны в редакторах по умолчанию включить только что установленный редактор. В общих настройках мы с вами находим редактор по умолчанию и меняем его на Rockpad Editor. Нажимаю сохранить и закрыть. Вот и все. Перехожу в материалы, менеджер материалов. В любой материал. И мы с вами видим, что наш редактор стал совсем другим. Что ж, давайте пробежимся по основным его настроечкам. Первое, с чего хочется начать, это перейти в полноэкранный режим для удобства работы. Для того, чтобы было интереснее, я изменил текст на неформатированный. То есть тегов здесь никаких у нас нет. И сейчас мы с вами быстренько все это будем исправлять с помощью данного, казалось бы, простого редактора. Ну так вот, для начала мы с вами должны знать вот об этой великолепной клавише. То есть все горячие клавиши у нас находятся здесь. Но сейчас я буду самое интересное показывать. Все, конечно, я не смогу показать. Итак, начнем. И для начала, например, я хочу вот эти вот три заголовка, точнее четыре, обрамить каким-нибудь тегом, например, H3. Для этого я зажимаю Ctrl, выделяю первый, второй, третий, четвертый. И нажимаю здесь H3. Вот они у меня все стали в H3. Теперь я хочу вот эти вот штуки обрамить в абзац, то есть в тег P. Также я выделяю это все через Ctrl. Выделяю через Ctrl. Выделяю. Выделяю. И теперь я нажимаю уже вот на этот вот параграф. Все у меня обрамилось теперь в буквке P. Так, что теперь? Теперь я хочу, например, найти какое-либо здесь слово. Вот для этого есть сочетание клавиш Ctrl плюс F. Вот у меня снизу панелька. И здесь вот я ввожу какое-либо слово. Например, какое-то чаще всего повторяется. Lorem D. Нажимаю сюда в это поле. Enter. Вот у меня он ищет. Да, их по одиночке. Но я могу здесь нажать All. И у меня выделятся все. Но это не самое интересное на самом деле. Здесь у нас есть также кнопочка Find and Replace. То есть вот у нас поиск, на что заменить. То есть я могу все эти Lorem заменить на 1, 2, 3, например. Нажимаю здесь All. И все они стали 1, 2, 3. Но я не это хотел показать. Поэтому я нажимаю Ctrl Z для отмены. Вот я их опять всех выделил. Теперь здесь я беру в круглые скобочки вот это вот выражение. Здесь через Shift ставлю такую вертикальную палочку. То есть сверху вашей клавиши Enter есть наклонные линии. Я нажимаю Shift и клавиша, которая сверху Enter. И появляется такая вот палочка. Теперь я ввожу здесь второе слово, например, Ipsum, которое встречается. И нажимаю All. И то есть теперь у нас в поиске найдено сразу два слова. Возможно они у нас какие-либо там ключевые или важные. И мы их хотим обрамить, например, в Strong. Вот я только что выделил все слова Lorem и Ipsum. Теперь я могу смело нажимать, например, B. Для того, чтобы выделить эти, допустим, важные слова тегом Strong. Вот все эти важные слова у меня выделились. Следующее, о чем стоит поговорить, это, например, смотрите. Вот у меня HTML теги как-то некрасиво расположены. И, то есть, код плохой и плохо читается. Например, как-нибудь так. Здесь есть у нас хороший HTML. Нажимаем на него. И все у нас здесь выравнивается. Так, чтобы было удобнее читать. Ну, здесь, соответственно, H1, H2, H3 в заголовке. Также здесь жирный шрифт, курсивный и подчеркнутый. Также здесь я нажимаю клавиши Ctrl-S. Здесь у нас AJAX сохранение, то есть без перезагрузки страницы. И обратите внимание, здесь у нас появилась дата последнего сохранения. О чем стоит поговорить далее. Далее у нас здесь, ну, списки, как обычно, картиночка, параграф, который я уже показал, как когда мы обрамляли вот эти вот места. Далее ссылочка, HR-линия. И вот это вот очень интересная вещь у нас. Для этого я листаю вниз. Где-то здесь я делал заголовки для списка. Они у меня маленько съехали, когда я нажал специальное HTML форматирование. Сейчас я их быстренько поправлю, как они были. Так вот, я выделяю вот эти вот все элементы списка. Это будущий список, да, у нас. И нажимаю вот эту вот клавишу. И у нас спереди и сзади появились такие вот скобочки для обрамления тега. И заметьте, я сейчас набираю UL, то есть ненумерованный список. И у меня он набирается сразу в двух местах. И здесь, и здесь. То есть открывающий и закрывающий тег. Так, здесь я подравняю маленько. Здесь тоже. Так, теперь задача у нас. Все это обрамить в лишке, да. Итак, обрамляем элемент списка. Для этого я ставлю курсор мыши в это место. И здесь вот нажимаю Ctrl-Alt. И несколько раз стрелочку вниз. Вот я выделил сразу несколько строк кода. Теперь я открываю скобочку и прописываю здесь Li. Так, у меня здесь почему-то автозавершение. Но я нажимаю Delete несколько раз. И вот у меня все стало как надо. Также, что я мог сделать? Например, я мог... Сейчас у меня в буфере обмена слово Lorem, да? Я могу здесь взять. Также Ctrl-Alt вниз. И здесь, если сейчас я нажму Ctrl-V, у меня ставится это слово. Так, теперь еще один интересный момент. Я нажимаю клавишу Alt сейчас. У меня появился такой вот курсор. Крестиком. Я кликаю, например, вот в этом месте. Вот здесь, где список. И как бы тяну его вниз. И опять же у меня тот же эффект. Сейчас я нажимаю опять тот самый тег. И закрываю щит Тегли. Нажимаю Ctrl-S для сохранения. И теперь вот у меня так все красиво обрамилось. Следующее, на что стоит обратить внимание, это на то, что я могу эти места вот выделить так. Здесь нажать вот на эту стрелочку. И у меня код свернулся. Например, я этот код уже отработал. Мне он больше как бы только мешается. Если текст очень длинный, могу я его вот так вот свернуть. Нажму Ctrl-S для сохранения. Вот я свернул, да. Но для этого, чтобы свернуть, нам нужен открывающий и закрывающий тег. Например, сейчас я захочу свернуть вот этот весь текст. У меня это сделать не получится. Стрелочек тут нет никаких. Но если я здесь сделал какой-нибудь переносик вот такой вот. H3, видите. Здесь появилась опять та же стрелочка. Тынс. И то, что было внутри H3, свернулось. Но опять же, лучше такие вещи делать, например, со списками. Или там какими-нибудь вложенными дилами, если они будут. Что тут еще можно сказать? Ну, например, я выделяю вот эти вот стронги. Нажимаю Tab. И у меня код отодвигается. Как пример. Также стоит отметить то, что если вам интерфейс тут, точнее, цветовая схема не нравится, то вы можете зайти в настроечки и здесь ее поменять на какую-либо другую. Думаю, из всего этого списка вы найдете себе подходящую. Например, так. Или так. Или так. Вот такой вот интересный редактор от Рокетов. И такими вот интересными фишками он у нас с вами обладает. Не забывайте вот про эту клавиатуру. Здесь есть множество горячих клавиш, которые вам, возможно, также пригодятся. На этом данный урок окончен. Подписывайтесь на новые выпуски от Joomla.Fox.ru и изучайте Joomla.KMS вместе с нами. Всем пока и всем удачи!